Идентифицируйте, действительно ли все, кто пришли, это ваши любимцы, ваши животные, и мы пригласили Высшее Я каждого животного. Вот собака Лучик, Лучик Света, как она считает, вот такой вопрос, почему именно это животное пришло в жизнь, каждому из вас, пусть придет ответ, почему именно это животное пришло к вам в эту жизнь? Какая у него кармическая задача? Вы хотите рассказать здесь? Давайте по очереди. Знаешь, у него какой-то Высшее Я, вот такое, знаешь, я уже, я, кстати, уже его видела, просто гигантский волчар, белый, седой такой, знаешь, вот в стае. Это как вождь стаи, да, выглядит? Да, как вождь стаи, и вот, знаешь, вот он просто у меня был просто, он просто подарок, он просто, он просто знал, как я буду тяжело переживать потери его отца, ну, и мне же не должно было быть этого щенка, да, то есть, если собака возрастная была, старая, я вот даже, ну, не рассчитывала, что будет так, а вот мне прям как подарок. Была ли у тебя встреча с этой душой в предыдущих жизнях, в предыдущих воплощениях? Знакомы ли вы? Ты знаешь, вот с этим волчар, с этим вождем, то есть, его, в общем, да, я была знакома. То есть, он тоже был там животным, скажем, в прошлом? Да, он тоже был моим, как, знаешь, как, ну, это был из Ренки, он был как моим тотемом. А, как тотемное животное? Да. Ага. Там это тоже было в образе собаки, или, может быть, это была там кошка или там птичка? Это вот именно, вот, как, даже как волк. Волк. Ага. У тебя даже как белый волк идет, да? Да, белый волк идет. Прекрасно. Какова все-таки еще вот задача его? Тебя поддерживать? Или раз под... Что еще? Есть какая-то вот такая определенная слово или смысл? Ты знаешь, наверное, телепатия училась, он меня учит. Учит телепатии? Угу. Здорово. Хорошо, благодарим. Угу. Как у тебя? Была ли у тебя... Ну, во-первых, твой вопрос был, почему у тебя так много собак в твоей жизни? Да. Ну, как будто у меня, как будто они приносят какие-то краски и радость в моей жизни. Вот, вспыла радуга, солнце. Угу. И как будто вот они заменяют членов семьи, как будто вот так вот. Те, которые у тебя уходят, у тебя много потерь было? А вот непонятно. Ну, у меня было много вообще в семье, но в близкой семье у меня я всегда была одна. Вот, и они как мои какие-то, какие-то вот как корни, или которые вот как твои какие-то сателлиты. Сателлиты? Вот. Да. Как бы энергетические центры. То есть почему именно эти животные появились? Вот у тебя есть... Высшее я разное у всех этих животных, да, конечно? Как проявилось? У тебя проявилось несколько их, высших я? Мне так тяжело. Вот они как будто вместе, все втроём сидят, и прям я их не могу даже разделить. Ага. Как такое совмещенное такое. Почему? В этом есть какая-то кармическая задача, да? Какая-то, да. Можете принять информацию, какую кармическую задачу несут все эти животные? Была ли у тебя раньше встреча с этими животными в предыдущих жизнях? С душой этих животных? В общем, как будто они были в другом виде представлены. В каком? Они были птицами, камнями? А, птицы, дерево. Ага. То есть ты с этими душами встречалась в предыдущих? Ага. Да, да. То есть я там жила как будто бы что-то такое. Они тебя окружали, да? Ага. Мне было комфортно. Продолжение, то есть связи кармической, да? Ага. Только как бы на другой уровень уже переходит эта связь. И они тебе дают краски жизни, они тебя поддерживают. Вот в этом их задача. И как бы заменяют тебе потерю в семье. Да, да. Заполняют мое сердце и мое пространство позитивом. Позитивом и любовью, наверное, да. Здорово. Благодарим. Почему так много? Почему? Ну, это как вот получается, если там, например, ты в лесу, а вдруг деревьев нет, уже получается как бы неполноценная картинка. Как будто все краски не проявятся, поэтому нужно все вместе. Поэтому нужно много. То есть ты должна всех принимать, вот к тебе смотри. У тебя сейчас сколько их? Трое или четверо? Да, трое. Трое. Даже твой вопрос был. У тебя сейчас один мужчина взял две собаки. Нужно ли тебе их забирать обратно? Или можно оставить у него этих собак? Пока можно оставить, но потом нужно их взять и иметь для них более обширные помещения. У тебя сейчас нет места просто для них, да? А вот собаки страдают, что они сейчас не с тобой, а с тем мужчиной, с другим? Они страдают? Нет. Нет, все нормально, да? Угу. Хорошо. То есть у тебя, получается, такие отношения с собаками, к тебе приходят их как можно больше, да? Да. Ты их должна всех принимать, и они тебе... Ага, не отдавать, да. Не отдавать. То есть какая... И доводится о них. Чему тебя учат они? Чему они тебя учат, или что они тебе показывают? Как бы они как бы для... Что-то просто должны присутствовать в моем пространстве, что ли. А можно я... Давай. У меня просто идет то, что они тоже, дано, тебе... Тебя не унесло куда, не помнишь. Ты знала, что тебя ждут, что ты возвращалась. В общем, вообще они сидят, что ты далеко, тебя не унесло. Куда-то, чтобы вот плохое что-то случилось. В общем, как оберегают. Они тебя держат на приеме, там, чему-то. Ага, типа... Как мы думаем, не ты собак держишь, а собаки тебя держат. Да, в поводке. Заземлили меня, типа, нет, сиди тут, тебе не нужно постоянно куда-то уходить. Лежать, искать новое место. Вот как и все. Да, здорово. То есть даже собаки показывают, что тебе нужно быть в Калифорнии? Может быть, заземлять. Тебе хочется все время в Европу уехать? Мне хочется, да, мне постоянно куда-то хочется. А собаки тебя удерживают здесь, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе? Да? Потому что тебе сейчас лучше быть здесь, да? Да, да. Как будто у меня тут еще план. План не закончен. Не закончен план. Как будто пока что в Уорренч Каунте еще такая небольшая передышка от Лос-Анджелеса. Типа, в Лос-Анджелесе еще на меня как-то влияет, еще чему-то учит очень много ресурсов для моего развития. То есть собаки неспроста, вот видишь, неспроста три собаки именно в Лос-Анджелесе тебя держат, чтобы ты не уехала то, что ты думала. То есть таким образом решается это тоже. Здорово. Интересно. У моего мусона, выше я, со мной рядом сидит большая собака-овчарка. И как будто бы я давно эту собаку знаю, с ней я лежу и разговариваю. Она подтвердила, что это высший я, да, мусона, что мы давно с ней знакомы. И с высшим я с этим мы, оказывается, давно знакомы. Мусона — это твой кот, я просто, чтобы у нас это было. Твой большущий кот. Мой кот, да, у него, рядом с ним, вот его, то, что я сейчас лежала, разговаривала, с его высшим я, который в виде большой овчарки, рыжеватой, большой рыжеватой овчарки. Она со мной рядом находится, и мы как будто бы уже много... Давай спросим, сколько у вас было совместных прошлых жизней? У нас было шесть совместных жизней. Очень много. Когда был он там котом или был перед этим, например, может быть, птичкой? Мусон был в многих воплощениях. И всегда был со мной. Был в полководце со мной конём. Он был со мной собакой белой. Такой высокой белой собакой. Примерно в другом столетии, где такие белые... Белая беседка, река, как будто бы это 1700 год, примерно по одежде людей. Я и везде эта белая собака с этой душой всегда была со мной. Была как птицей, как ястребом на руке у меня. Эта энергия во многих воплощениях была со мной. И рядом со мной, как сова была домашняя, сидела у меня сначала в клетке, потом сидела на руке у меня. Была везде всегда со мной, за мной. Была в виде животного, в виде кота приходила. В виде кота с зелёными огромными глазами, тоже белого. И тоже всегда сидела у меня на... Рука всегда была на животном. В этом воплощении тоже этот кот со мной. И в этой жизни он уже третий раз ко мне пришёл. Первый раз он приходил в образе кошки. Второй раз в образе птицы. Сейчас он пришёл уже седьмой раз ко мне. Пришёл в образе, в том, в котором он сейчас пришёл, надолго ко мне. Это моя высокая энергия, которая не даёт мне... Не даёт мне просто деструйт. Никогда. Это энергия силы, мощи, абсолютного спокойствия. Чему? Ага, извини. Это мой верный друг. Вот у него есть какая-то всё-таки ещё задача, такая самая важная. Всегда меня освобождает. От чего? От отношений ненужных, от лишений. Освобождает мою свободу. Ну, скажем, от негативов, да, которые ты получаешь, может быть, от людей. Есть такое? Он делает меня свободной, лёгкой, независимой. Он держит мой энергетический баланс всегда очень высоким. Я очень морально высокая и независимая, как королева с ним. Вот есть ли такой вот, я просто знаю, что ты рассказывала случай, что вы ехали, и кот что-нибудь такое может создать какую-то ситуацию, я имею в виду, который предупреждает, например, чтобы вы не попали в аварию на машине. То есть он как бы предчувствует и создаёт, например, не садиться в машину, когда вы его хотите взять. Или наоборот. Есть ли такое, что он делает у вас? Он защитник, он всегда защищает. Он защищает всегда. Он может из животного превратиться в огонь, и он спиной стоит, защищает нас. На энергетическом плане? На любом. Вот если сейчас пришла информация, что если когда на дороге мы ехали, то когда полиция была, то он встал как собака. Впервые так я увидела в нём агрессию мужчины, защитника. Это не кота, а огромной собаки, огромной силы, который вскочил как собака, мне встал на задние лапы, облокотился и загородил полицейскому окно. Он вылупил глаза и стоял, не пускал его. Он просто не пускал как собака. Он отскочил от окна, и мне пришлось его стаскивать, держать в руках, потому что он как собака его не пускал. У него никогда такого нету, но бывает, он не пускает в мою дверь никого, как собака сидит, сторожит мою дверь ночью. То есть он вам действительно защитник, надо же. Это он спокойный. Но что касается даже Милана, если берёт веник и идёт в мою комнату убрать, подмести, у него расширяются зрачки, он на неё набрасывался. Вот мне очень интересно, вот что животные видят у человека, когда он смотрит. Например, и видят биополе человека, что видят животные? Они видят, например, чакры разного цвета, краски переливают в свет, или только вибрации они видят или чувствуют за счёт вибрации. Как вам приходит эта информация? Каким образом они видят вот это энергетическое поле человека? Это считывают информацию, как кино. Они её видят, как кино раньше нас. Как картинки, да, всё-таки видят? Раньше нас приходит информация. У них быстрее. А вот, например, если у человека какое-то место болит, боль, вот они это видят, может быть, как тёмное пятно, или там, то есть дыра какая-то там для них, чернота. Или, может быть, даже это место боли излучает для них запах. Как могут вам показать, как это происходит? Он энергию чувствует, как пробоину. Энергетическую пробоину, да? Да, как энергетическая пробоина. Ну, ещё раз, есть ли разница, что он это видит светом, то есть свет для него какой-то другой, или вибрациями, волновым способом? Они видят... Волна. Волна больше, да? То есть негармоничное, скажем, всё, излучение волны, а какое-то для них оно другое, опасное. Для хозяина животное видит белым цветом пробоину. На другие энергии они чувствуют волнообразно. На других людей чувствуют волнами. Энергетическими. Как звук электричества, как электричество. И они различают, да? Как бы, что нарушение... Звуки электричества, всплески, стрески, треск. Вот такой... Вот воронка идёт, знаешь, там... И в зависимости от тела она там... Ну, естественно, этот звук и вот эта вот вибрация, то она расширяется, сужается. То есть как вот... Как электрический ток. Ага. Ну, то есть, да, волновое. Звуковой порог, так сказала, волновое измерение. Хорошо. Как вот, например, если человек болен, как животное ему помогает? Ну, мы все знаем, что кожи ложатся на это больное место. Животные имеют свойство безграничной любви, безграничной любви. У них больше работают чакры груди, грудные чакры, безграничного света, безграничной любви. Животное имеет безграничную любовь. Животных нет на самом деле агрессии. Они разговаривают с сердцем, с миром, с окружающим. Они живут по чувствам, по сердцу живут, по энергии, которая идёт с груди, по энергии, по любви. Идёт обмен. Вот если человек заболел, как животное ему помогает? Увидите сейчас это. Вы можете на своих питомцах увидеть, как вот вы заболели или болели, как они вам помогают. Животное опять, оно пропускает через душу, через сердце. Вот именно у меня тоже грудь идёт. У меня вот именно грудь идёт. Ну, скажем, они начинают забирать вот этот негатив на себя? Они делают волну, такую магнитную волну круга, пропуская через свою грудину, через сердце. Это волна, как идёт такая, как связь, как будто бы с пуповины, с человека идёт, как не тайфуны, которые закручиваются. Прокручиваются такие, как воронка вот эти вот, которые тропические, забыла, называются здесь. Торнадо. Торнадо. Как-то вытаскивают из человека, как торнадо. И прокручивают. Ну, скажем, нарушение, вот такое волновое нарушение. Получается, если человек заболел, у него идёт нарушение, да, вот в его энергетическом поле волновое какое-то. Собака фильтрует это через себя, она может это делать годами, через себя пропуская, через вот эту вот грудь огромное, как сердце, делает вокруг себя эти обороты, обороты, обороты. Она может впадать в грусть часто, в депрессию, в слёзы. Слёзы часто говорят о том, что человек болен, человек начинает жалеть животное, а слёзы текут от того, что он фильтрует человека. Он находится на стадии лечения, отфильтровывания человека, как его болезни, как энергии, как кармическую, бывает, энергию тоже берёт. Это может занять годы. Человек в это время должен больше заботиться о животном, но в то же время, как толчок, он пересматривает свою ситуацию. Приходят задачи. Если человек пересмотрел и увидел солнце тоже своим сердцем, переосмыслил жизнь, выздоравливают оба, или кто-то уходит, но уходит животное. То есть получается так, например, человек... Если человек больше впадает в депрессию, например, у него начинает развиваться панические атаки, предположим, что-то ещё хуже, да, животное берёт ещё больше. Вот я просто кутрирую, может животное вообще не выдержать, уйти. И мы думаем, что это просто животное заболело. На самом деле животное заболело от того, что это происходит с человеком. В конце концов, когда кармически человек это не прошёл, животное умерло, взяло на себя полностью, оно взяло одно из сильнейшего прохождения кармического задачи человека, данной через болезнь. Если человек это сам не прошёл, если животное пыталось ему помочь, и человек всё равно не прошёл, животное умирает, а человек выздоравливает. Но человеку, в конце концов, таким способом приходит шоковое вразумление. Он, человек, начинает, как вспышка в голове происходит. Как вспышка происходит. Так должно быть. Воплощение. Насколько быстро может эта душа опять вернуться, душа животного? Вот как ты говоришь, ты считаешь, что уже семь раз твоя душа твоего кота у тебя была в этой жизни. Сколько времени нужно душе животного для того, чтобы перевоплотиться опять в этой же жизни? Может быть и пять, семь месяцев. То есть у животных? Да, может и годы быть. У животных очень быстро получается, да? В зависимости от просьбы, скажем, хозяина, может это повлиять? Да, насколько сильно хозяин этого хочет, так если не может освободиться от оков этого животного, человек будет всё равно интуитивно просить, чтобы это животное вернулось. Оно возвращается. А может ли собака, ну вот такая душа животного, может ли оказаться неупокойной душой, то есть видя, как страдает хозяин, не уйти в светлый мир? Сто процентов. Может, да? Сто процентов. Бывают такие случаи, да? То есть они тоже как бы не понимают, что их затягивает и нужно подняться. Тогда они что, могут здесь застрять между небом и землёй? И так это часть души? Да, есть специальные в животном мире энергии, которые помогают животным трансформироваться. Есть эти энергии. Зависит очень сильно от того, от человека, с которым тоже живёт животное. Если человек набожный, верующий, чистый, энергия, если молится, то быстрее трансформация происходит энергетическая. Животное быстрее уходит. Девочки, вы там хотите что-нибудь добавить? Нет, нет. Я бы узнать душа моего Эндика. Да, спроси, ушла или нет, да? Да. Пусть тебе покажут, ушла ли. Вот у тебя умерла собака, да? Да. Ушла ли, его душа поднялась, всё хорошо? Или она ещё осталась у тебя там, на твоей территории? Какая собака? Их несколько. Нет, у неё одна умерла, она не присылала фотографию. Вот мы спрашиваем, высшее я твоей собаки? Пусть подскажет, ушла ли душа той собаки, которая умерла? Или она там, на твоей территории? Она радуется, эта собака. Собака радуется, но какая-то грусть энергии ещё присутствует, как натянутая волна между хозяином и собакой. Собака радуется, что она там, но какая-то неотпущенность со стороны хозяина ещё как нить идёт. Надо прощения попросить у этой собаки, чтобы отпустилась. Всё. Нет, я тоже вижу, что он радует, что ему там хорошо, что он счастлив. Да, я вижу это. Ну, тень его и обидует. Тень есть. То есть прощение нужно прочитать? Нужно прочитать прощение собаки. Что-то такое ещё тяготит. Прощение, оно обоюдно на две стороны будет отпущением вас. Вы сохраните память на следующую жизнь, но будет лёгкость в душе обоих. Надо ли заводить для... У тебя сейчас вот другая собака. Нужно ли заводить друга для этой собаки? Вот поскольку та собака умерла, тебе кажется, что вот эта собака страдает. Нужно ли тебе ещё одну? Или тебе это всё-таки непросто иметь две собаки? Нужно ли это сделать? Нужно спросить прошлую собаку разрешения и помощи. Вот, нужно попросить прощения. И придёт информация. Дадут путь. То есть сначала прощение. Ну, мы сейчас прочитаем прощение. Ну, видишь, полгода назад мне приснился сон, что мне отдали собаку чёрную. Мне отдали собаку чёрную. Чёрного цвета. Я ещё кто-то хитикала, думаю, там сейчас вот щеня-то будут, и вот мне моя подруга мне подсунет щенка. Ну, хотя... Он же, я врослую видела собаку. Он всё и сделал. Если нужно будет, то душа прошлой собаки либо придёт, либо отправит вам в помощь нужного питомца. Время ещё не пришло, вот мне пока. Не прошло время. Хорошо. Хорошо, благодарим. Давайте теперь всё-таки посмотрим на ваших питомцев со стороны. Вот всё ли у них в порядке? Посмотрите на их чакры, как они выглядят, насколько они яркие. Или нужно им где-то помощь в какой-то части. То есть можно сейчас туда послать энергию. Может быть, ваши питомцы что-то хотят вас попросить. У меня жжение в груди пошло. Так, посмотри на собаку. Посмотри на собаку. Что? Почему? У Жени в груди. Что у неё происходит в груди? Один, два, три. У него таска. Таска? Таска и то, что наша семья разделена. Он очень не рад. Так что всё-таки для него хорошо? Что тебе лучше сделать для него, чтобы это прошло? Пусть тебе покажет картинку. Пришло понимание? Городская квартира. Но в то же время он не нравится. Он хочет пить. Он хочет того, чего очень сложно так сделать. Хорошо. Что тебе нужно для твоего котика? Что ему? Если он здоров, скажем, ты видишь его чакры. Сколько у него чакры? Если видишь, расскажи, чтобы людям, наверное, интересно, как это у кошек выглядит. Потом энергетические чакры я вижу, как и похожи человеческие чакры выглядят. У моего кота чакра сердца страдает. Чакра любви, недостатка любви, обида есть. Он не то, что обижается, он не обижается, он просто просит больше любви. К нему. К нему. Больше любви просит. Это всё в сердечной чакре, в груди? Ага. У него только страдает сердечная чакра. Все остальные чакры работают нормально, даже он где-то, если вредничает, то это сердечная чакра, он просит просто любви. Но она и сама у него не очень развита, это хорошо. Сам такой на медленном развороте с ней не очень ладах. Хорошо. Ты хочешь что-нибудь? Да. У меня это, мне тяжело сконцентрироваться на одной одновременно. Ну, три вот. Всё вроде всё вроде бы совмещено. Ну, хорошо. Может быть, тебе просто покажут тогда, что тебе нужно для этих собак что-то сделать, что им хочется. Быть вместе. Быть вместе. всё равно. Объединиться. Ага. Сей семьёй. Угу. Практически у всех одинаково. Все они чувствуют. То есть все животные как бы стремятся, да, быть ближе? Да. С ними. Угу. Почему? Они как бы приходят с этой задачей, да? У них это вот как изнутри посыл такой. все животные живут в сердце. Угу. Всё равно. Наверное. Поэтому, да? То есть они пришли с этой кармической задачей быть и помогать человеку защищать его, быть с ним вместе. и они эту задачу... Это любовь, это поднимает энергию, да. Любое животное, птица, змея. Ну вот у меня был вопрос, у меня сейчас цыплята. Если кто из вас увидит, маленькие цыплята. Вот какое они приносят энергию в дом? Увидите это, пожалуйста. Солнышко. Солнышко. Только в этом месте или это прямо у них столько там энергии, что они на весь дом это распространяют? На весь дом. Они, прям, знаешь, у них вот прям лучи, прям вот за все щели лезут, во все уголки лезут. То есть столько там энергии, да? Там очень много, там очень много. То есть птицы, они тоже очень энергетически сильные. Вот скажем. что-то и тоже, знаешь, вот такое чувство любви. Там вот как-то они, знаешь, в таком большом сердце. вот вы как бы рассказываете о кошках, о собаках, а у меня сейчас все замешалось птицами. И я очень удивлена, что на самом деле по большому счету подумать, почему птицы? Вот интересно, это же совершенно другое. Вот почему птицы? В чем дело? Или что птицы дают? Открывают разом. Я вижу в ваших птицах, ну да, лучики солнца бегают, бегают, но какие-то несколько птичек, они бегают с фиолетовым цветом, фиолетово-пурпурным цветом. Что это значит? Это значит, что они открывают мозг, талант, видение, счастье, умение подумать, интеллекта дать больше. Какое-то подумать. Еще вот звук, они как-то влияют, они помогают, наверное, что-то тебе услышать еще. Творчество развить. Творчество развить. Я вот, кстати, особенно вот эти сейчас цыплята, они так пищат невероятно. И различаешь разницу, например, когда они что-то просят или забрал всех, один остался и так начинает кричать, что я понимаю, что он говорит, а я что? А меня почему не взяли? А я, меня скорее заберите, я что, потерялся? Я как бы начинаю понимать вообще вот этим пищанием, что они хотят сказать. Это просто думаю, ну надо же, какой-то мозг развивают. Развивает мозг. Мозг, талант, видение, да, больше стимулирует чакру седьмую тоже, больше как дают тебе помощь, да, астрал как бы своими знаками, звуками, они стимулируют твой мозг как раздражители, возможно, но раздражители в хорошем плане. Интересно как, да? Как будто связывают с высшими облаками. С высшими, да, тоже. А птицы, они вообще вот какую роль играют? Может быть, они передатчики информации, вот не зря же, например, голуби издавна там нам шло, да, что голуби приносят письма. Есть ли вот эта связь какая-то божественная, что действительно они переносчики какой-то информации? Они нас связывают с духовным. С духовным миром связывают? С духовным миром связывают. То есть, если люди заводят дома птичку, например, огромное желание, пусть даже того же попугайчика, канарейчика, я не знаю, это все равно влияет на энергетическую связь дома, с духовным миром? Ну, ждите, значит, новый коннектинг будет с чем-то интересным духовным, более глубоким, что-то откроется. Ну, ты имеешь в виду для меня, а я вот вообще имела в виду, вот люди иногда заводят же дома вот птичку, вот увидите это сейчас, вот кто-то покупает для ребенка клетку и там сажает канарейку, и она начинает петь песенку. Вот как это влияет на дом? Очищает энергию. очищает энергию дома, то есть очень часто к нам обращаются люди и говорят, что такая темнота в доме, да, вот мы чувствуем там, что пространство, как очистить его? И вот начинают думать, что полить святой водой, очистить свечами и так далее. А что, если завести птицу, это тоже поможет? Как вы это видите? Показывает вам? Да, да, прям вокруг птицы прям такой, такой свет по кругу, как аура такая чистая. Вибрация, она, волны, да, как пение вибрации, вот это все черноту, всю темноту, она как очищает, да, как деталка. То есть тоже через себя, как будто вы сейчас рассказывали, что кот там или собака через себя пропускает через свой свечак. Я не вижу, что пропускала, меня прям как будто очищает, прям раздвигает пространство, раздвигает пространство. Негатив выталкивает во мне. Да. Выталкивает, она сама своими столько, скажем, высочайшие вибрации ее пения или движения или жизни настолько чистое, да, животное? Не всегда. А? Не всегда птицы приходят с добрыми намерениями и чистыми. Не всегда? Иногда птицы приносят горе в дом. Так как эта птица к вам попала через колоколок. Ну, я имела в виду, если кто-то купил, например, в магазине. Вот про это именно купить, да. А другое, может быть, у меня был такой случай, да, что если птица стучала в окно, да, она несла плохую весть, такое, да, вот это имеется в виду. Ой, да, да. Что птица может... А кто такую птицу посылает? которая несет нехорошую... Это сверху, это свыше посылает, духи посылает, предупреждает, пошла пора. Уходить кому-то. Может быть, род посылает? Я это имею в виду. Может быть, что по роду... хранители рода, например, посылают предупреждение? Да. У меня так все ушли. Ну, то есть, это все говорит о том, что нам нужно наблюдать за тем, что происходит, и на все обращать внимание, ничего случайно не бывает. Да. Случайно животное, я говорю, мой случайно кошка забежала, может быть такое? Нет. Она тоже приходит не просто так. Она может прийти, как в эти посланы, также в какой-то негативном послании, ну, какой-то нечисти, да. А может прийти, наоборот, как бы защитить. То есть, она как бы войдет и сядет, она не будет пускать эту нечисть в свой дом. Она может как защита работать. Ну, то есть, ты имела в виду, что если, например, может быть, эта кошка связана, у нее хозяин какой-то имеет магическое колдовское влияние, бывает? Да. Ну, вот эти вот на зло, да? Да. А если это обычное, да, ну, как бы соседский, если он приходит и садится на зло в инсо, он защищает свой дом от негатива. то есть, они тоже могут быть подвержены, то есть, тоже, как и все, да, вот такое двоякое. нужно в этом разбираться, идентифицировать, кого ты взял, какое. То есть, если это животное себя ведет как-то неадекватно, ну, вот, скажем, у меня просто тоже был случай, что кошка специально умышленно писала в кровать. То есть, ее нашли на улице, вроде бы подобрали, но она все время вот так и пакостила, скажем, в этой семье. То есть, значит, что-то с ней, почему-то она это делала? То есть, как бы, я что еще имею в виду? То есть, человек думает, что это просто кошка болеет. Вот такая больная кошка попалась. А на самом деле, может быть, что-то в этом есть? Есть вам информация? Приходит? Может быть, ну, как бы, ревность, да, и страх, если просто, опять же, ситуация такая непонятная, по-разному. Здесь, может быть, из-за вредности, да, вот, как бы, показывая характер, либо вот свое вот отношение негативное, что не нравится ей в этом доме, и она поэтому так себя ведет. А может ли это быть какая-то карма, что вот в прошлом воплощении, скажем, человек сделал что-то такое нехорошее для этой души, и вот сейчас получает в ответ через... Да, может быть, кстати. Может быть, и так, да? Да, зеленая свет у меня на этой кошке сгорелся. Кошка какая-то черная, так, с такими белыми лапками. Ты сейчас увидела эту кошку, о которой я рассказала? Ну, я не знаю, она не она, но она. Это была черная кошка с белыми лапками. Да? Да. Представь. Я тоже думала, это глюк у меня. Нет, это вот то, о чем я рассказала, что писала в кровать. Кошка, да, и кошка как кармическая пришла, и она провоцирует, она провоцирует этого человека, прошел он в этой жизни урок или не прошел. Если он отлупит эту кошку там или выгонит, свалятся опять новые череда неприятностей, болезней. Если он полюбит эту кошку, будет смиренно убирать и смотреть, как он может ей помочь, то он пройдет эту очистку, он пройдет свои уроки. То есть, животные... Это у кого-то, да, ворвался? Связь вошла. Хорошо, вот видите, как будет. Это у меня, у меня на самом деле меня только притащили этих собак моих, у меня только один из щенков написал на моей чистой кровати только вот сейчас. Когда мы говорили про кошку и про черную. Как понимаете, и он сейчас это... Это какой-то ужас, это ужас, да. Черная собака, да. То есть, он увидел, он это все услышал. Вот то, о чем мы сейчас разговариваем, он слышит и видит, они. То есть, им, в принципе, они понимают наш человеческий язык, или они это понимают, я имею в виду, каким-то, каким способом они понимают вот то, что они понимают. у меня все подряд пришли сюда и собаки, и дети, и, короче, вообще-то пытаюсь бороться. Чему так для них трава хорошо? Витамины. Витамины все равно. Хорошо. Благодарим. Ну, благодарим тогда вообще. Давайте всем пошлем, всем животным пошлем на них мощный поток энергии, необходимых им цветов. Если им нужна исцеляющая энергия, мы просим дать им исцеляющей энергии в пространство Абсолюта. И вообще, пусть сейчас через вас пойдет мощный поток энергии Абсолюта, и направим через вас, пропустим и пошлем эту энергию всем тем животным, которым, которые просят сейчас, которым эта же энергия необходима. Вы увидите это сейчас может быть как внешне с этой стороны, как зажигаются где-то лампочки тех животных, которые нас слышат, чувствуют и просят энергию, и вы можете послать через себя послать им энергию Абсолюта. Как это выглядит? Кто-нибудь хочет описать? Лучами яркими, как звездами, как эти петарды взрываются, ракеты? Как волной, вот прям вот середина, да, и вот волна распространяется, расплывается по всему всем. Здорово, благодарим. Ну, хорошо, и тогда мы сейчас благодарим, останавливаем этот поток энергии. Абсолюта.